Из-за холодов в этом году включение отопления стартовало раньше срока. С 23 сентября началась подача тепла в жилой фонд, с 20 в объекты социальной сферы. Говорилось о стопроцентном заполнении систем, но точные даты, когда в каждой квартире учреждение станет тепло, назвать сложно. Есть проблемы по завоздушиванию, утечкам. Ответственные руководители контролируют ситуацию. По жилому фонду дежурят аварийные бригады. В целом было отмечено, что отладка систем возможна в течение 10 дней. В округе стартовала вакцинация от гриппа. Используется препарат СОВИГРИП. Он в течение двух недель формирует иммунитет. Детей начали вакцинировать в первую очередь. Созданы мобильные бригады, которые работают в местах большого скопления населения. Главный врач отметил, что они готовы принимать заявки на вакцинацию на предприятиях и учреждениях. В выходные в Орехово-Зуеве прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». 5,5 тысяч жителей городского округа приняли участие. Высажено свыше 66 тысяч молодых деревьев. Всем участникам акции глава выразил благодарность. Программа «Мой подъезд» продолжает свою работу в Орехово-Зуеве. Скоро министерство ЖКХ будет подводить итоги за квартал. На данный момент сформирован внутренний рейтинг. Отмечается как перевыполнение работ, так и отставание по срокам у разных управляющих компаний. «Можно один год оступиться, ошибиться, но два года подряд – это уже как бы система. Поэтому я предлагаю, если нас подведет госпожа Крючкова в этом году второй раз, то, соответственно, на 2020 год ее планы не принимать. А людям и в обращениях, и в адрес ЖКХ, и в мой адрес, и в социальные сети, Александр Сергеевич, объяснять, что в связи с тем, что компания не выполняет, соответственно, делайте свои выводы». На совещании рассмотрели вопрос расположения бункеров для сбора крупногабаритного мусора. Проблема в том, что туда отправляются и обычные отходы, а такого быть не должно. Планируется, что бункеры уберут, а будут привозить на сутки только по заявке жителей, которые делают ремонт. Для временного расположения глава поручил определить места. На минувшей неделе Госадомтехнадзор оштрафовал 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На этой неделе орган проведет мероприятие «Свет». Сотрудники проверят уровень освещенности и содержания объектов освещения. Торжественный момент оперативного освещения – награждение. Геннадий Панин вручил знак Московской областной думы за труды руководителю коллективов «Русь» и сударушка Марине Головченко. Также почетной грамотой администрации награждена директор школы номер 11 Ольга Певцова.